Всем привет, друзья! Меня зовут Олья Ермилова, и я эксперт по управлению реальностью, и сегодня мы поговорим с вами снова об очень неочевидном, но весьма вероятном. И сегодняшняя наша тема звучит, как нас зомбируют средства массовой информации, как нами управляют, как в наш мир вообще запускаются то, в чем результате мы с вами живем, о чем мы думаем, чего мы боимся. В общем, сегодня расскажу вам об этом зомбировании, и самое главное, дам вам противоядие. Если вы будете не согласны, это прекрасно, значит вы еще живые люди, можете думать, спорить, делайте это, пожалуйста, к моей комментарии в вашем распоряжении. Итак, о чем же пойдет сегодня непосредственно речь? Что значит нас зомбируют? Кто это меня зомбирует? Я все знаю, все умею, все контролирую, я супермен. Безусловно, да, но тем не менее, последнее, уже достаточно большой период времени мы можем с вами сказать о том, что люди стали непосредственно влиять на мир. Если раньше, например, нами могли управлять только телевизионные каналы, те, кто владел большими, скажем так, большими массами, да, объемом этого внимания. На сегодняшний день у нас появились соцсети, и мы с вами уже весьма неконтролируемо можем понимать, кто вбрасывает туда информацию. Потому что каждый инфлюенсер, каждый человек, который обладает большим социальным капиталом, так называемым, на сегодняшний день может устроить некую информационную войну, ну или любую другую. Поэтому мир стал очень сильно меняться, но не меняется он только в одном, нами все время управляют. И на данный момент каналов для того, чтобы это делать, стало сильно больше. Ведь еще каких-то 20 лет назад единственным таким каналом был телерадио, когда нам массово могли вбрасывать и говорить, что такое хорошо, что такое плохо, кого нам любить, куда нам идти, что нам делать. Но сейчас кажется, что мир стал гораздо более демократичным, каждый имеет право высказать свое мнение, каждый имеет право быть услышанным. И тем не менее, большинство людей продолжают жить в стадном эффекте, как самое настоящее стадо баранов. И вот здесь сейчас большой вопрос, к какому стаду примыкаете вы? К стаду людей, которые свободно мыслят и людей, которые способны анализировать то, что происходит, или к стаду людей, которые по привычке своей бегут? Все бегут и я бегу. И для того, чтобы не быть голословной, чтобы вот это все долго, эту кашу не рассказывать, я хочу на очень простом примере, на примере, который невозможно скрыть, показать вам, каким образом нас зомбируют и нами управляют. И не забывайте, что в конце я расскажу вам о том, что нужно сделать, чтобы не быть одним из этих зомби. Итак, наверное, самое яркое вообще историческое событие, которое будет сложно переплюнуть когда-нибудь в учебнике истории, хотя чем дальше, тем я думаю о том, что может быть что-то и другое придумают, это коронавирус. Ну, давайте вспомним, как вообще этот коронавирус появился и что такое коронавирус. Коронавирус это одна из разновидностей вируса, причем уже многие ученые подняли и показали, что на самом-то деле коронавирус это не вирус, который только недавно возник. Он появился давно, просто точно так же, как и другие вирусы, штаммы гриппа, а мы с вами все с детства прекрасно знаем, что такое грипп, мы все им болели, но никто просто не говорил, что есть люди, которые умирают от гриппа, есть у гриппа тоже какие-то осложнения, на это никто не акцентировал внимание, всем надо было идти работать, и зимой мы имели с вами дополнительную неделю каникул, в результате которой мы знали, что такое грипп. Никто не выдвигал нам статистику, ничего такого не было, но когда появился коронавирус, вдруг эта страшная инфекция, которая изначально кусочками начала влетать через средства массовой информации, стало все больше и больше заходить в каждый дом. Через что? Конечно же через информацию. Каждый день в новостях начала появляться информация о том, что в этой стране появилась точка, в этой появилась. Мы с вами, как зрители ужасного фильма, все прикованные к экранам, а кто не прикован, тот обязательно рассказывает, что было в этой серии своему другу, и дабы заполнить свои, уж простите, у большинства совсем неинтересные жизни, и жизни, которые наполняются только какими-то клочками, которые люди берут из новостей, а чем бы пожить? Ааа, там такое, ты знаешь, а там, ааа, а там, ааа, и вот чем бы нам заняться вечером, когда мы пришли со своей нелюбимой работы, сели на диван с жопой к своему нелюбимому мужику, чем бы нам еще пожить? И вот мы начинаем, значит, эти все новости, простите, обсасывать. Однозначно по коронавирусу план у кого-то был, и однозначно у кого-то большого и великого, иначе не стали бы нам показывать эти бесконечные гробы, людей падающих, которые идут на улицу, такое ощущение, что просто какой-то, я не знаю, Стивен Спилберг снял вот это кино, и нам стали его день и ночь транслировать. Я не знаю, к какому вот этой вот группе людей относите себя вы, но 90% людей абсолютно внушаемы. Внушаемы, кстати, вообще-то мы все, но те 10% людей, которые знают о том, как это работает, очень аккуратно к этому относятся, это как с тортиком. Если ты знаешь, что от тортика можно поправиться, есть будешь аккуратно, а если не знаешь, то сидишь себе и ешь, и не понимаешь, что растешь, как на дрожжах. Но вернемся в нашу с вами тему. Итак, люди сильно внушаемы, и внушаемы для этого у нас с вами есть мозг, это все тоже научно объясняется, наши нейронные связи создаются путем многократных повторений, синаптические связи так называемые. И когда нам постоянно в голову вливают одно и то же, мозг наш начинает принимать это за веру. Мы начинаем с вами вырабатывать различные гормоны стресса, страха, ужаса и так далее. А людьми, которые находятся в состоянии страха, управлять значительно проще, чем людьми, которые в этом страхе не находятся. Соответственно, цель какая? Цель простая. Цель загнать нас всех в состояние страха. И вот нам через телевизор начинают это активно везде показывать. Падают люди или не падают? Какие разыгрываются перед нами сценарии, мы не имеем ни малейшего понятия. Мало того, я думаю, что если бы нам показывали, как люди умирают от, и как они вылечиваются и умирают от онкологических заболеваний, от других многочисленных разновидностей всяких вирусов, у нас бы с вами волосы стали дыбом, но нам это не показывают. Нас полностью сфокусировали на конкретный вирус, на конкретную проблему и начинают по всем каналам показывать только это. И тут на помощь приходят что? Наши социальные сети. Ведь раньше мы видели только своих друзей по подъезду и по работе. И мы приходили, эй, ты заболел? Нет, я не заболел, все окей. Но теперь, когда нам нагнали страх, в социальных сетях у каждого из нас есть какое-то количество друзей, сильно больше, чем есть их в жизни, порой на 10 тысяч больше, порой на тысячу больше, а порой и на гораздо большее количество. И, конечно же, мы начинаем видеть, как кто-то начинает болеть. Вспомните, нам начали показывать, как девушка вернулась из Италии, она заболела, вот три человека показали. При этом три тысячи, которые сидят с гриппом, никто не показывает. Нам показывают этих людей, наше внимание на чем-то фокусирует и снова начинают пугать. И вот вы впускаете в свое тело, в свой мозг, в свои чувства, в свои эмоции чувство страха, которое постоянно пульсирует. Ведь задача очень простая. Сделать так, чтобы мы боялись, сделать так, чтобы мы с вами находились постоянно в подавленном состоянии и внушали себе то, что нужно. А что нужно внушать? Первое, нужно обязательно внушать то, что это очень страшный вирус, от которого у нас начинают там отказывать легкие. Нам очень четко прописывают и проговаривают всю симптоматику, которую мы должны с вами ощутить. Ребята, ну это похоже на состояние массового гипноза. Нам в деталях рассказывают, как, что и делают это круглосуточно со всех источников. Дальше еще хуже. Нам на законодательном уровне начинают рассказывать, что нужно делать, почему нужно носить маску. При этом никто не обосновывает, почему ее нужно носить на улице, например. Для чего? Кому? Нас заставляют там бесконечно мыть руки. У людей, у врачей от антисептиков просто слазит кожа. И никто не говорит о том, что у нас тут вообще-то есть свой защитный барьер. Здравый смысл нахрен уходит. Вообще. Все превращаются в зомби. Что происходит с невнушаемой частью людей? Они же тоже боятся. В какой-то момент бояться начинают все. Почему? Потому что соцсети, в отличие от телевизора, это нечто, что кажется нам близким и родным. Очень иллюзорно. И тем не менее, по телевизору мы видим только ящик. В социальных сетях мы вроде бы как знаем этих людей, даже если лично не знакомы. И вот мы начинаем видеть, а безусловно, что кто-то болеет. Этот болеет, этот болеет. И чувства страха начинают сеяться. Люди умирают. Но люди умирают каждый день. Люди каждый день от чего-то умирают. Им совершенно не обязательно для этого болеть коронавирусом. Я сейчас не говорю о силе этого вируса. Я ни в коем случае, я понимаю, что есть люди, которые потеряли близких. Я не говорю о том, что ничего этого не было и все это придумано. Я говорю только о том, что это невероятно раздуто. Действительно, и не исключаю того факта, как и не утверждаю, потому что не знаю, что наша иммунная система может сильно страдать конкретно от этого вируса. Как, впрочем, и от другого. И я не исключаю и этих совпадений, или даже закономерностей. Но я прекрасно знаю еще про другую иммунную систему. Иммунную систему, которая находится в нашей голове. Наша эмоциональная иммунная система. И когда мы ее пробиваем чувством страха, когда мы начинаем бояться, вот тогда и начинают происходить самые, что ни на есть, отвратительные вещи. Ведь в чувстве страха отключается наша так называемая сигнализация. Понимаете? Мы боимся настолько, что мы искренне верим, что за шторкой находится самое большое привидение, которое нас убьет. И мы сами создаем это оружие, которое нас и убивает. Ведь наш мозг настолько сильный, что он способен разрушить себя сам, вырастить любую болезнь для себя. Но очень же стараются это делать. И нас все страны, вы заметите, какой массовый бум, все страны, все правительства, все абсолютно начинают загонять в этот демонический ящик. И мы начинаем бояться. Да, в какой-то момент у большого количества людей, по крайней мере в моем окружении, просыпается разум, осознанность, начинает задавать человек вопрос, что вообще происходит, почему мне об этом говорят, я ничего такого не вижу, я переболел, ничего страшного, супер не случилось. Но у многих идут осложнения. И осложнения идут не от вируса. Это я вам гарантирую. Осложнения идут от страха. Потому что внушали так долго, что вы сами перепрограммировали свой организм. Зачем и кому это надо, это другая история. Но однозначно вы должны видеть и понимать, что так происходит постоянно. Вся политика, которой я не буду касаться, построена исключительно на вот этом массовом влиянии, и уж простите за слово пиздеже, который нам круглосуточно вкалывают в голову, кого любить, с кем дружить. И только люди, которые не умеют думать, люди, которые не имеют никакого отношения к осознанности, люди, которые не разбираются в себе, в своих эмоциях и чувствах, люди, которые стремятся свою скучную жизнь чем-то наполнить, наполняют ее этим мусором и, к сожалению, агрессией. Потому что именно агрессия, агрессивных людей, злых людей, запуганных людей, ими можно управлять. Ведь вы никогда не увидите, как, например, с экранов телевизора нас призывают чего-то не бояться, призывают быть добрыми, светлыми, помогать. Нет. Нас все время призывают либо к войне, к войне с другими людьми, к войне с болезнью, к войне к противостоянию с чем-то. Зачем? Что нас взращивают? Вот и подумайте об этом. И, к огромному сожалению, вот эти все вещи информационные, которые запускаются, их запускают люди. В какой-то момент у нас складывается впечатление, что это правда, потому что она повсюду, потому что невозможно с этим спорить. А вы не спорьте. Вы возьмите в этот момент и включите свой мозг. Вспомните, пожалуйста, о том, что у вас этот мозг существует, что этот мозг находится у вас вот здесь. И он вам дан не для того, чтобы быть тупой овцой, которая просто следует за какими-то перекличиями с экранов телевизора, с каналов, которыми владеют сильные мира сего. Люди, которые играют совсем в другие игры, людям, которые уровень низких игр не интересен. Но это их дело. И я не собираюсь сегодня обсуждать, кто из них хороший или кто плохой. Это не имеет никакого значения. Эти игры были, есть и будут. Ровно до тех пор, пока будут люди, не желающие включать свой мозг. И мне бы очень хотелось, чтобы вы узнали о противоядии, потому что противоядие существует. И это противоядие заключается в вашей личной осознанности, в вашей способности остановиться и спросить, а почему я это слушаю? Почему я считаю, что эти люди правы? А кто они? А к чему они стремятся меня привести? А к чему меня приведет мой страх? Что он мне спасет? Неужели вы думаете, что мы с вами присланы в эту жизнь для того, чтобы погибнуть? Поверьте, у Вселенной есть очень изощренные способы, как в один момент с помощью цунами, с помощью метеорита, отправить нас всех куда подальше. Но я уверена, что ее цели гораздо глубже. А вот цели людей, как всегда, поиграть. И поиграть, конечно же, чужими жизнями за счет манипуляций и страхов. Я все-таки возьму на себя смелость призывать вас включать свой мозг, учиться, обучаться, развиваться и понимать, как устроено мышление человека. Понимать, что только мы сами способны создать свою болезнь или создать ее спасателя. Что мы обязаны очень внимательно относиться к тому, какие мысли мы допускаем в свою голову. Что боязнь и страх – это не те качества, которыми будут делиться сильные люди, желающие нам добра. Нас призывают бояться, нам создают ситуации и постоянное информационное поле страха лишь с одной целью – уметь нами управлять и манипулировать. Давать это делать или нет, каждый из нас выбирает самостоятельно. И у вас этот выбор есть всегда. И только вы сами можете себе его запретить. Мне будет крайне интересно узнать ваше мнение, узнать, что вы думаете на этот счет. И какое бы ни было ваше мнение, я готова его выслушать. Так что не стесняйтесь, оставляйте свои комментарии внизу, и мы с вами обязательно это обсудим.